всем привет обзор смартфона viva v23e версия на 8 гигабайт оперативной памяти 128 гигабайт встроенной памяти с стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео теперь перейдем к его распаковке в цвете dancing waves у нас танцующая волна открываем коробку смотрим на комплектацию смартфончик а тут сразу смартфон должен найти транспортировочной пленки вот и вот такой вот цвет смартфона вот так вот он выглядит интересно необычный внешний вид очень интересный дизайн разными цветами переливается задняя часть и смотрим на комплектацию что нужно идти в комплекте это силиконовая задняя накладка документация адаптер питания наушники и тайп-си кабель для подключения компьютеру и зарядки причем и также еще скрепочка для сим-слота вот она тут снизу скрепочка для сим-слота и также еще переходник переходник с есть битой сена джек для наушников потому что джека для наушников смартфона не будет в общем хорошая комплектация и чехол и из поклика защитной пленки сразу на дисплее устройства вот и не видно а вот и наушники есть неплохого качества в общем по комплектации плюс сам смартфончик сделан из пластика пластик и стекло задник у него стеклянный вот тройная камера вспышка снизу тайп-си порт прорезь для динамика микрофон и слот для sim карточек левая грани пустая справа кнопка включения кнопки игровки громкости тройная камера сзади вспышка так включим устройство пока включается давайте откроем слот посмотрим что это за слот у нас так 100 надо носим карточки или 1 на 1 на 7 карточки микро sd карточку для расширения памяти это комбинированный слот хорошо закрываем и смартфончик включается разблокируем откроем настройки посмотрим на версии операционной системы в настройках процессор оперативка версия android 11 фанта чпс как но что-то версия не пишут или это еще какой-то формация программ обеспечения модели в 2116 вот прошивка номер сборки на именно как какой-то версии они не пишут вот фантач ос 12 global хорошо перейдем в синтетические тесты geekbench 5 по техническим характеристикам процессор у нас mediatek mt6781 или helio j96 еще так он называется видео ускорителем или j57 mc2 разрешение и full hd и дисппп 408 вот результаты теста процессор одноидерный мультиядерный тест и результат теста видео ускорителем смотрим также антута бенчмарк по моему не попадает в топ-100 до не попадаем в топ-100 чуть-чуть не хватает для попадания этому устройства в топ-100 мощнейших для того чтобы попасть в топ-100 нужно набирать хотя бы триста шестьдесят тысяч такой вот момент делаем тест мультитача в принципе смартфончик достаточно дорогой то есть он выше средней ценовой категории можно сказать и не попадает в топ-100 вот хотелось бы конечно чтобы за деньги попадал хорошо откроем тяжелую игрушку gtas andreas посмотрю как работает тяжелая игра относительно тяжелая сделаю еще отдельно тесты где покажу как работают другие игрушки на этом устройстве типа pabga mobile запускаем игру отлично работает не тормозит не лагерет игра порядок закрываем хорошо так и теперь покажу вам пример снимков на основную 64 плюс 8 плюс 2 мегапикселя камеры выведу снимки на экран сможете оценить качество что касается автономности батарейка 4050 миллиметр час вот небольшой объем батарейки вот тут кстати отказались от дисплея с повышенной частотой обновления камера в принципе по логике по стоимости он тут мог быть но тогда бы батарейка вообще бы не вытягивала и смысла бы этого особого не было поэтому они решили даже это не использовать стандартный дисплей 60 герц и стандартном режиме 60 герц так как большинство устройств работает батарейка один день средний показатель тут достигнут на этом все спасибо что посмотрели под видео подписывайтесь на по максимуму был комментируйте ставьте лайки и ждите на видео пока